Нынешняя ситуация в сфере образования и задачи на ближайшие годы. В Павлодаре прошла традиционная августовская конференция педагогических работников. В этом году ее провели в дистанционном формате. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Сегодня для образования детей и работы педагогов созданы максимально благоприятные условия. Закуплена техника, организованы телеуроки, а учителя и учащиеся обеспечены по возможности доступом к интернету. Новые образовательные условия – это возможность укрепить взаимодействие школы и семьи, сказал Акимобласти. Педагоги Павлодарской области всегда задавали высокие стандарты как для себя, так и для учащихся. Я уверен, что временная смена формата обучения не скажется на его качестве, а только поможет раскрыться креативному потенциалу детей, учителей и теперь уже родителей. Абулкаир Скаков обозначил семь задач, которые сегодня стоят перед сферой образования. Одна из них – развитие дополнительного образования на селе. В планах в каждом районе области открыть дома школьников, где дети смогут развивать свои творческие и спортивные навыки. К сожалению, не полностью охвачены все наши дети дополнительным образованием. Но это странновая проблема. Тем не менее, у нас 43% идет охват дополнительным образованием всей области наших детей. Но, тем не менее, у сельских детей есть некоторые вопросы. Здесь надо это признать. Поэтому поднимается вопрос, чтобы в каждом районном центре открывали дома школьников. По традиции, в завершении конференции состоялось награждение педагогов. Нагрудным знаком за заслуги перед областью удостоены пять работников образования. Я думаю, наверное, педагогическая общественность будет теперь ставить перед собой именно задачу выполнить те пожелания, те приоритеты, которые были обозначены на сегодняшнем августовском совещании. Я считаю, что те награды, которые есть, это, наверное, заслуга не только одного человека, это заслуга всего коллектива. Десять педагогов области стали победителями областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог-2020». Все они получили премию в размере 800 тысяч тенге. Я выражаю огромную благодарность управлению образования Павлодарской области за возможность поучаствовать, принять участие в республиканском этапе конкурса. Ну и в канун празднования 1 сентября я поздравляю свой коллектив и всех педагогических работников Павлодарской области с началом нового учебного года. А обладателями денежного сертификата на сумму 50 миллионов тенге в этом году стали 25-я школа Павлодара, дворец школьников имени Катаева, Майкаинская средняя общеобразовательная школа номер один, а также высший многопрофильный колледж имени Жаяумусы города Аксу. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертасахпарат.